My dear friends, subscribe please to my channel. Thank you. Hello, my dear friends. Здорово, соколики. Меня зовут Фея Винкс по кличке Стелла. И сегодня нас ждет видосик на очередную, довольно интересную тему, которую я не знаю почему до этого не затрагивал. Но, видимо, пришло время, поэтому усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек, мы, как говорится, начинаем. Придем, как телеведущий сказал. Может, в телек пойти? Перед началом видео я хотел бы порекомендовать вам канал Смирновский. Здесь вы можете ознакомиться с качественным контентом по разным темам, от редакций до фактов, топов и полезных советов. Также автор делится мнением касательно важных событий, происходящих в нашем неспокойном мире. В общем, заглянуть на канал уж точно стоит. Ссылка, разумеется, как всегда в описании. Переходите и подписывайтесь. Широта русской души, она, можно сказать, неизмерима. Наше умение погулять на широкую ногу и показать себя с богатой стороны, и, как говорится, это, можно сказать, визитная карточка русского человека. Скажу сразу, что эта неизмеримая широта также неплохо подходит и ко всем остальным близким к русскому народам бывших стран СНГ, потому как, в принципе, как по мне, менталитет особо не отличается. Но я буду говорить конкретно про россиян, ну, потому что так удобнее, подавляющее большинство зрителей все-таки россияне, ну, а те, кто не из России, но живут в схожих странах, Украина там, я не знаю, Беларусь там какая-нибудь, еще какие-то страны, вам, в принципе, это будет знакомо, и я не думаю, что для вас так уж принципиально, чтобы для украинского зрителя я говорил конкретно об украинцах. Всем ведь и так понятно, что к чему и куда, и поэтому не вижу смысла к этому сильно придираться. Я надеюсь, что и вы в комментариях не будете, как обычно, меня задалбывать. Почему ты говоришь именно про россиян? Я вот не россиянин, мне было не по кайфу смотреть это видео. Ну, что я тебе могу сказать? Печально, прискорбно, ничем тебе не могу помочь. Ну, а тем, кому мало важно, о ком именно я говорю, а кому просто важно содержание ролика, и кому интересно посмотреть и порассуждать вместе со мной, добро пожаловать. Мы, короче говоря, начинаем. Ни для кого не секрет, что у нас принято гулять на широкую ногу, а внешний вид всегда должен отражать наше несметное богатство и благополучие. Только наш человек будет жить в вот такой разваливающейся хрущевке на краю провинции, получать зарплату в 20 тысяч и при этом иметь айфон в кредит и золотую цепочку толщиной с палец. Необъяснимая тяга увешать себя дорогими побрякушками это одна из характерных черт именно нашего характера. Для примера вспомнился один мой знакомый, с которым мне довелось поработать на одном производстве в далеком 2007 году. В общем, работали мы вместе и вот что я о нем могу рассказать. Жил этот чувак на окраине одного маленького провинциального городка и снимал там саманную полуразваливающуюся землянку, если это можно так назвать, у какой-то бабки. Стоила она копейки, в ней не было газа, то есть там было печное отопление, не было воды, туалета в доме не было, все на улице, ну то есть минимум удобств, только свет проведен, грубо говоря. Больше ничего там не было. Жил он, конечно, не богат, на то время его зарплата составляла примерно 7-8 тысяч рублей. Но это все равно, что сейчас там, я не знаю, 15-20, пускай так будет. Ну, собственно, на жизнь хватало, немного за квартиру, немного на тряпки и как бы жил себе и не то жил пацан. Холостяку много-то и не надо особо, поэтому, в принципе, на жизнь ему хватало и он не особо заморачивался. И вот однажды наступил этот долгожданный день, который мы все всегда с трепетом ждем, это день зарплаты, и выдали ему там эти его несчастные 7 или 8 тысяч рублей, я вот уже точно не помню. И на следующий день он приходит и хвастается. Смотрите, говорит, чуваки, какие я купил себе духи. А духи-то, кстати, были непростые. Это духи так называемые хамелеоны. Короче, прикол в том, что типа ты ими подухарился, да, попшикался, и у тебя первый день они пахнут там фиалками, на второй день они пахнут розами, на третий день там они детским говном пахнут, неважно. И, короче, так на протяжении пяти дней они меняют запах. Честно говоря, не совсем понятно, для кого такие духи делаются, потому что, чтобы полностью прочувствовать их глубокий аромат и богатый их букет, грубо говоря, то это нужно как минимум пять дней не мыться, чтобы эти духи из себя не смыть. Может быть, как раз таки именно из-за того, что он не мылся пять дней подряд, они каждый раз по-новому и пахли. Этих, конечно, моментов я вам сказать не могу, потому что не особо за этим следил. Но суть в том, что вот такие духи он купил, и, собственно, было бы все круто, если бы не одно но. Как выяснилось позже, стоимость этих духов составляла пять с лишним тысяч рублей. На тот момент это больше половины его зарплаты. То есть он получал семь-восемь, а потратил пять с лишним на то, чтобы купить духи. Разумеется, на протяжении всего месяца он приятно пах и ходил и стрелял у нас сигареты, ходил, питался какими-то дошираками, там, вареной картошкой и вообще непонятно чем, потому что денег мне больше ни на что не осталось. Собственно, жил целый месяц в проголодь, но зато у него были пиздатые духи. И духарился он ими в своей саманной землянке, в которой нужно было периодически подкладывать дрова в печку. И тут у меня назревает вопрос, а стоят ли такие понты таких больших жертв? Ладно, затянул я что-то с этим примером. Я думаю, вы и так уже поняли, что я хотел вам сказать, что жить нужно как бы посредством. Ну давайте продолжим. Меня всегда забавляло, как люди пытаются выделиться и показать, что у них есть все. При этом они загоняют себя в долги. Ведь желая показать свою вычурность, мы пренебрегаем простой экономией и живем не посредством. Вот купил я себе айфон. Десятый, конечно, позволить я себе не могу. Все, на что у меня хватило денег, это купить айфон SE. Модель хоть и устаревшая, но работает хорошо. Меня полностью устраивает. Моим требованиям, как говорится, соответствуют. Почему бы и нет? Я бы мог, конечно, влезть в кредит и купить себе десятый, чтобы быть в тренде, как говорится, чтобы все понимали, насколько я богатый и успешный. Но стоило ли оно того бы, если бы я так сделал? Ведь, ну просто это же нелогично. Я бы даже не успел выплатить кредит до того, как вышел бы новый. То есть, я бы платил бы на протяжении двух или трех лет кредит за модель, которая через полгода бы уже устарела. Где логика? Я-то не против купить хорошую и дорогую вещь. Я это одобряю. Но, в то же время, нужно осознавать, что покупать дорогие вещи нужно только в том случае, если ты можешь себе их позволить. А если ты не можешь себе купить десятый айфон, то и не надо пытаться. Найди себе тогда лучше нормальную работу. А когда заработаешь, тогда и покупай. Это настолько простейшая логика, что, наверное, только дебилам нужно это объяснять. Любой нормальный человек, думаю, до этого и сам логически, отлично приходит. А посмотрите, какие у нас свадьбы играют. Причем средства на ее организацию берут в кредит. Чаще всего. Гульнули разок, шиканули, так сказать, а потом в течение года лапу сосем и долги раздаем. Так вот и живем. А когда выходит новый айфон и все стремятся его себе купить, но далеко не все могут его себе позволить, начинается самый эпичный маразм. Люди сдают в аренду коробку от айфона, чтобы пофоткаться с ней и выложить фотку в социальные сети. Типа вот, посмотрите, какой я успешный. Купил себе новенький айфон. А на деле даже коробку от него ты не купил, а взял в аренду. Или замечательное объявление, где добрые люди готовы дать вам в аренду букеты ста одной розы, чтобы вы могли с ними сфотографироваться и выложить в инстаграм красивую историю о том, как вам тайный поклонник сделал щедрый подарок. Всего 800 рублей за 10 минут. Выгодное предложение, не так ли? Вообще, я заметил такую интересную вещь, что все самые дорогие гаджеты, тряпки, паврикушки и пафосные вещи носят, как правило, школьники и студенты. Те самые люди, которые еще никак не состоялись и лишь дорогими тряпками и гаджетами, купленными за деньги родителей, пытаются показать свою значимость. Что, на мой взгляд, только подчеркивает скудоумие тех, кто считает все это символами успеха. Чем меньше ты имеешь в жизни, тем больше ты пытаешься показать свою обеспеченность. Так что все эти понты являются показателем неуверенности или комплексом неполноценности, если это можно так назвать. А ведь находятся вообще отбитые идиоты, которые готовы вывалить кругленькую сумму за красивый госномер для машины. Или отдать две зарплаты своих родителей за кусок тряпки, только лишь бы показать однокурсникам какой ты охуенный. Или такой популярный метод копить полгода на отпуск, жрать одни дошираки и отказывать себе во всем, чтобы полететь на несколько дней в другую страну и пофоткаться там побольше. Чтобы друзьям показать, какие мы богатые и обеспеченные, по миру путешествуем. Как будто никто не понимает, что ради этих обосыных фоток в инстаграме ты либо в долги полез, либо полгода копил на отпуск. Я-то не спорю. Многие действительно могут позволить себе отпуск где-то за границей. Я считаю, что это круто. Я рад за этих людей и в принципе я стремлюсь стать таким же человеком. Ну, это стремление. Но те люди, которые в реальности не могут себе позволить дорогой отпуск. И при этом готовы костьми лечь только ради того, чтобы кому-то ткнуть в нос своим айфоном и сказать, смотри, я летал в какую-то там страну, но ведь все знают, что ты при этом живешь в полном говне, у тебя куча долгов и мишенская зарплата. На кого рассчитана эта раздутая пыль в глаза? Ведь все твои друзья прекрасно знают, что ты за человек, кого ты пытаешься обмануть. Ну, есть у тебя мечта побывать где-то за границей. Например, есть люди, которые мечтают всю жизнь побывать там, я не знаю, в Венеции или в Париже, в каких-то таких известных всему миру городах. Да, ты стремишься к своей мечте и многие ради осуществления этой мечты в принципе готовы взять даже и кредиты, выплачивать его даже там лет пять пускай, но лишь бы только выполнить свою мечту и съездить, слетать. Ну, допустим, пускай, это в принципе еще объяснимо. У человека просто есть дикое рвение, он хочет. Это, ладно, это мы поймем, но только ради того, чтобы показать кому-то, ну, это вот, вот это по мне уже был полный бред. Хочешь ты поехать в Париж? Устройся уже на нормальную работу. Попробуй себя в бизнесе, в инвестициях, не знаю, найди какие-то способы начать хорошо зарабатывать. Стань обеспеченным, самодостаточным, самостоятельным человеком, который не будет ни в чем нуждаться. Сделай так, чтобы твой отпуск не бил тебе по карману, а чтобы, когда возвращался ты из этого отпуска, ты возвращался не в долговую яму, а к себе домой, и это не сильно било по твоему бюджету. Вот тогда, я соглашусь, ты успешный, и твои фото в инстаграме действительно достойный лайк. Простейшие прописные истины, казалось бы, но все-таки множество людей, ради того, чтобы просто бросить пыль в глаза, готовы идти на какие угодно жертвы. И я этих людей не понимаю. На этой ноте закончим наше сегодняшнее видео. Я отниму совсем немного вашего времени, чтобы напомнить вам о том, что у нас есть замечательная группа ВКонтакте, на которую я рекомендую вам подписаться. Там вы найдете анонсы всех предстоящих стримов, новости с моего канала, с канала блогеров, с моей тусовки, также там вы найдете творчество соколиков, опросы, и все-все-все-все всякое интересное из мира канала Жирного. Также я рекомендую тебе подписаться на мой Инстаграм. Там нет фоток из Парижа, но есть фото вот с этой вот студии. Кстати, если вам интересно посмотреть, как я делаю ролики, в каких условиях я записываю, как выглядит мое оборудование, я могу, в принципе, запилить ролик про это, поэтому пишите в комментариях, если вам это интересно, я для вас специально сниму ролик, покажу, как я все это делаю. Возможно, кто-то занимается блогом, и им будет интересно, с чего я начинал, и к чему я, собственно, сейчас, на данный момент пришел. Ну и под конец, конечно же, не забывайте подписываться на мой лайв-канал. Все ссылки, как обычно, есть в описании. Тыкай вот на эту рожу, чтобы подписаться на мой канал, а также тыкай вот на эту рожу, чтобы подписаться на канал нашего сегодняшнего спонсора. На этом у меня все. Спасибо, что смотрите Жирного. Увидимся на стриме в выходные, если, конечно, горло пройдет. Пока.